МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елены Кузовкиной. Я приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. Не поставил галочку, лишился денег. Почему многие родители в Барнауле не могут получить выплаты на детей? Одни айтишники и врачи вузы края подводят итоги приемной кампании. Примерить искусство на себя. Картины алтайских художников начали печатать на сумках, толстовках и косметичках. Ну а начнем выпуск с печальной новости. Сегодня стало известно, что в больнице скончался режиссер и оператор ГТРК Алтай Юрий Мартынов. Это случилось после перенесенной операции, которая была осложнена ковидом. Он был одним из старейших и заслуженных работников алтайского телевидения. На пенсию ушел только в прошлом году. Коллеги вспоминают, что Юрий Константинович был готов работать даже в самых сложных условиях. Ради идеи, к примеру, интервью на закате, он легко мог уехать за сотни километров. Его фильмы занимали призовые места на многих всероссийских фестивалях и конкурсах. Даже на пенсии Юрий продолжал снимать, обучал молодых операторов. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Мартынова. Теперь к другой теме. Торнадо и пыльные бури настигли Алтайский край. Из-за аномалии сегодня на трассе Барнаул-Бийск водителям даже пришлось останавливать движение. В специальных сетях причинами бури называют уборку урожая и сухую погоду. Ветер разносит пыль с полей на многие километры. А в Троицком районе накануне на видео попал песчаный вихрь. Такое природное явление возникает из-за неустойчивости и турбулентности, создаваемой воздушными потоками, говорят эксперты. Уже завтра на сессии Краевого законодательного собрания депутаты во втором чтении рассмотрят стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. А сегодня документ обсуждали на заседании фракции АКЗС. В первом чтении стратегию депутаты приняли еще в ноябре 2019-го. Ко второму вернутся лишь завтра. Причина такого длительного перерыва – пандемия коронавируса, которая не позволила рассмотреть документ во втором чтении в 2020-м. А между тем он важный и предусматривает экономический рост региона, который даст возможность создать комфортную среду для жизни всех категорий населения. Кстати, свои предложения в стратегию могли внести и бизнесмены, и общественники, и обычные жители края. Сегодня документ обсуждали на заседаниях фракции АКЗС. Все направления, безусловно, наверное, отразить стратегии невозможно. До 2024 года, мне кажется, она прописана достаточно подробно и хорошо. Основные преимущества, конкурентные, отражены в ней подробно. Ну а дальше будем с вами по ходу дорабатывать и развивать направления. Основное направление, безусловно, сельское хозяйство. К примеру, к 2035 году показатель урожайности зерна должен вырасти более чем на миллион по сравнению с годом нынешним. А новые технологии в земледеле и животноводстве могут вывести регион в лидеры по производству сельхозпродукции. Мы первые места в России занимаем по производству муки, всех видов круп, гречихи, сыра. И вторые и третьи места – это производство молока, мяса. Стратегия предполагает в том числе создание и развитие собственных крупных производств. Бизнес, заинтересованный в долгосрочных проектах, из нового документа стратегии может сделать выводы об экономическом потенциале региона, считают представители фракции «Единая Россия». Это документ для инвестора, который планирует и придет в Алтайский край, где он может четко увидеть те сферы деятельности, которые являются приоритетными для нашего региона. Это и сельское хозяйство, это и переработка, это и туризм. Поэтому я думаю, что при столь долгом обсуждении получился вполне себе хороший документ. Напомню, что документ обсуждали долго, причем предложения вносили представители всех отраслей региона. Много их было и непосредственно от депутатов, в том числе Владислава Вакаева. «Справедливороссы» сегодня тоже обсудили стратегию на заседании своей фракции. На отраслевом уровне стратегия действительно серьезно прорабатывалась и обсуждалась, причем в таком нормальном, хорошем формате стратегических сессий. Ну а на завтрашней сессии вопросов к стратегии все равно будет немало, уверены депутаты. Обсуждение вполне может стать бурным. В случае принятия документа во втором чтении будет разрабатываться конкретный план мероприятий по реализации стратегии до 2035 года. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Не поставил одну галочку, пришел отказ. Многие родители из Барнаула, которые воспитывают детей в одиночку, не могут получить ежемесячную президентскую выплату. В нашу редакцию каждую неделю обращаются люди. У кого-то доход превышает прожиточный минимум, даже если всего на рубль. А у кого-то элементарно неправильно заполнено заявление. Как исправить ситуацию, есть ли шанс на выплату, расскажет Валентина Аскерова. Одежду. Штанишки, брючки, костюмчик. Это все очень дорого. Олеся Матвичук – одинокая мама. Сын учится в начальной школе. Подготовить его к новому учебному году женщине непросто. Президентскую выплату считала хорошим подспорьем, но получить положенные им деньги не получилось. 1 июля Олеся подала электронное заявление. Документ рассматривали 30 дней. После пришел отказ. Я сразу позвонила в пенсионный фонд. В чем причина? Мне сказали, что я неправильно заполнила заявление. Какую-то галочку не поставила. Олеся предложили подать повторно, но в отделении пенсионного фонда ей сразу сказали, что на июльскую выплату можно уже не рассчитывать. Я спросила, а за июль мне выплатят деньги? Сказали, что нет. Уже срок прошел, и за июль я не получила. Но после обращения в СМИ в администрацию президента и прокуратуру по ее выплате пришло положительное решение. В данном случае полных сведений заявление не содержало. Тем не менее, после поступления уточненного заявления, повторного, были сделаны соответствующие запросы, получены ответы, и ежемесячная выплата назначена с июля 2021 года. Кстати, специалисты пенсионного фонда отметили, что Олеся далеко не единственная, кто не поставил галочку в заявлении. Женщина не указала основания для назначения выплат. Как оказалось, заполнять документы внимательно крайне важно. Только так можно избежать проблемы и своевременно получить деньги. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Возле детской площадки в Рубцовске больше не распивают пенные напитки. Алкаточка, на которую жаловались горожане, закрылась. Напомню, в июле наша съемочная группа ездила в Рубцовск и освещала проблему с сомнительным киоском в городе. У меня нету выше 4% ничего. У вас вот прям в киоске стоит бутылка, на ней написано «Крепость 6,5%». А, ну это коктейль, наверное. Ларек, где торговали коктейлями и пивом, находился в непосредственной близости от детской площадки. Лицензию, разрешающую продажу алкоголя, нашему журналисту не предоставили. После освещения в СМИ киосок начали проверять надзорные органы, так сообщили рубцовские депутаты. Киоск прикрылся, однако проблема решилась все же частично. Алкаточка хоть и закрылась, но работать продолжила, переехав в другое место. Сейчас депутаты готовят очередные запросы в надзорные ведомства. Алтайские вузы завершают прием абитуриентов этого года на очное обучение. По итогам этой кампании в учебных заведениях отмечают ажиотаж на медицинские и педагогические специальности, а также на IT-технологии. Об этом на днях заявили и в федеральном Минобре. Кроме того, списки поступающих этого года оказались еще и искусственно раздутыми. Заявлений в разы больше, чем самих поступающих. Анара Шагирова продолжит тему. Приемная кампания в вузах края подходит к концу. В последнюю неделю августа зачисляются студенты очного отделения, в сентябре поступят заочники. И уже сейчас можно подвести первые итоги приема абитуриентов. В один только медицинский университет поступило более 7 тысяч заявлений. Только среди будущих стоматологов конкурс на одно место 25 человек. Спрос на медицинские специальности, как отмечает вузе, возрос именно в период пандемии. В этом году действительно на инфекцию, на эпидемиологию, на пульмонологию, на стезиологию, реаниматологию, количество желающих выпускников университета, поступающих в ординатуру, значительно выше. Это на самом деле. То есть ситуация с пандемией, она увеличила и количество заявлений, желающих при поступлении на медико-профилактическое дело. Около 10 тысяч заявлений поступило в политехнический вуз Края. Выбор многих абитуриентов – направления, связанные с IT-технологиями. Это прежде всего информационная безопасность, это программная инженерия, это информатика и усилительная техника, это прикладная информатика. То есть на эти направления подготовки, наверное, больше 10, если не больше 11 человек на место, на скидку. Запрос на такие специальности понятен, тенденция времени. А вот на химическом факультете политеха в этом году недобор. В частности, направление пищевой промышленности. Тем временем молодежь активно уходит в преподавание. В педуниверситет подано почти 8 тысяч заявлений. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Я это связываю не с увеличением людей, я это связываю с тем, что абитуриенты могли подать на большее количество направлений заявлений. Радует то, что у нас не было абсурдных заявлений, как мы называем. Ну, например, человек подает на русский язык литературу и на физкультуру. Новое правило этого года действительно увеличило шансы на поступление. Абитуриент мог подать документы в 5 учебных заведений и в каждом выбрать до 10 направлений. Но страхи у многих из них уже позади. Теперь же волноваться о зачислении предстоит заочникам. Анна Рашагирова, Артем Гусельников, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Продолжим выпуск. Уже полгода жители дома по адресу Гущина, 150, воюют сразу с двумя застройщиками. Первый собирается построить многоэтажку по соседству, а второй не создал условий для людей с ограниченными возможностями, уверяют жители. Подробности в материале Анастасии Наборщиковой. Парковочных мест нет, в подвале вода. Пандусы для инвалидов отсутствуют. Претензий от жителей многоквартирного дома на Гущина 150-4 неприлично много. Постоянный запах, как картофельная ботва огнившая. Постоянная прессия. Это что такое? Это первая проблема в списке. Лужа в подвале сохнет уже несколько лет. Ее причина не дождь, а крыша. Так считают жители. Четыре года назад, когда дом сдали в эксплуатацию, проблемы действительно были. Но с тех пор застройщик провел ремонт. По его мнению, сегодня во всем виновата управляющая компания. Не бойся. Здесь по колено нигде нет. Ты-то уже промок. Сантиметров 10 тут здесь. Когда меняют батареи, делают какие-то ремонты, они сборачивают воду в подвал. Мы когда дом построили, там сделали специальный приемок, он предусмотрен проектом, и выдавали управляющей компании насос для откачки воды. Они, как правило, эти шланги не одевают в подвале управляющая компания. И сбрасывают воду именно просто на пол. Если эта проблема только пахнет, то вторая реально усложняет жизнь. Инвалиду-колясочнику здесь хода нет. Чтобы не быть голословными, ставим эксперимент со здоровым человеком. Это не пандусы, а апарели. Так называют подъемники для грузов. Их установка была прописана еще в документах на строительство. По этой причине возникает вопрос, а что такое современный дом? И может ли подобно носить статус современного, если в 21 веке жить здесь могут не все? Проект согласован этого дома, чтобы в доме не предусматривать размещение квартир для семей с инвалидами. А я не понимаю, как допустили такой дом к сдаче, и почему наши чиновники, наша администрация не соблюдают законы президента. Перестроить дом уже нельзя, но помимо этого есть и другие проблемы. Например, пешеход, который упирается в парковку. Еще жители двух этих домов до сих пор боятся, что в их дворе все-таки построят десятиэтажку. Так что ЖКХ-сериал на улице Гущина продолжается. И, по всей видимости, впереди еще много серий. Мы будем следить за каждой. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. Не так давно брейк-данс признали олимпийским видом спорта. Его уже включили в программу летних игр 2024 года в Париже. Насколько такое танцевальное направление развито в Барнауле, и есть ли у наших шанс попасть в сборную России по брейк-дансу, разбирался Дмитрий Дроздов. Его история началась еще в 60-х годах на улицах Нью-Йорка. Тогда это были батлы на бумажных картонках. И вот спустя 60 лет революции брейк-данс признали олимпийским видом спорта и включили в программу Олимпиады 2024 года в Париже. На самом деле, она отчасти сырая система попадания, но и более-менее открытая. Выигрывай турниры официальные, спортивные. Пожалуйста, тебя приметят, пригласят на сборы отдельные, дальше в сборную. Это не проблема. Выигрывай. В Барнауле в направлении брейк-данс сейчас занимается более 150 спортсменов. Каждый день по полтора часа молодые люди собираются в зале и занимаются любимым делом. Танец, в первую очередь, самовыражение. Дело для души и только для себя. Брейк-дансом я уже занимаюсь на протяжении пяти лет. Пришел я, собственно, на это направление непосредственно благодаря брату, в первую очередь. Ну и, во-вторых, мне, в принципе, нравится это направление. Я действительно получаю кайф, положительные эмоции. На самом деле, это очень классно, что брейк вошел в олимпийскую систему. Теперь более, как сказать, более обширные массы людей могут наблюдать за тем, что происходит в этой, как сказать, сфере танцев. Ну, теперь, скажем, назовем его спорт. Это очень интересно. Примерный принцип отбора в главную команду страны понятен. Побеждай, и у тебя появится возможность закрутиться в Париже. Как заявили в Минспорте России, в ближайшее время будет решаться вопрос о назначении главного тренера. А всем спортсменам сейчас самое главное продолжать усердно тренироваться и настраиваться на победу. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. К новостям культуры. Художественный музей Алтайского края принял участие в необычном проекте Санкт-Петербурга. Его суть – надеть искусство на себя, то есть примерить картины известных художников на толстовке, маске, сумке и косметичке. Все эти вещи можно приобрести на сайте одного из онлайн-магазинов. К проекту присоединились около 10 российских крупных музеев, в том числе художественный музей Алтайского края. Всю продукцию команда создает на собственном производстве в Санкт-Петербурге, включая работу с репродукциями и создание принтов, печать на ткани и пошив. «Именно среди молодых это очень распространено сегодня. Мы носим дамские сумки, а они носят шоперы. И им это хорошо, и им это здорово. И я уже теперь сама тоже, у меня обязательно такая сумочка есть. И я теперь уже не ношу пакеты в магазин, я уже хожу только исключительно с такими сумками, потому что это удобно на самом деле. И экологично, да, конечно». Также, по словам организаторов проекта, стильные шоперы и худи – прекрасный способ популяризировать искусство. Футболисты «Динамо Барнаул» сыграли свой первый матч в элитном раунде Кубка России. На местном стадионе хозяева принимали воронежский факел из футбольной национальной лиги. Это под элита российского футбола. И уровень игры гостей дал понять, что команды технически разные. Как проходил матч и почему психологически барнаульцы были не готовы к этой встрече – подробнее далее. Будний рабочий день. За полчаса до игры болельщики уже тянутся к стадиону. Этот вечер соберет более двух тысяч зрителей. И если перед началом матча настрой на игру болельщиков был разный, то после матча со стадиона все уходили молча. Ну, 2-0 или 3-0 в нашей игры. Сложно сказать. Думаю, что будет 0-2. Еще до начала матча от болельщика был такой вердикт. Победа факела 2-0. Либо он что-то знал, либо ему нужно было покупать лотерейный билет. Игра проходила по сценарию гостей и весь матч продолжался в таком темпе. Доказательство тому – белоголубые не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника за 90 минут. А вот гости смогли дважды поразить ворота барнаульцев на 14-й минуте и в раздевалку перед перерывом на 45-й. После неудачного первого тайма «Динамо» и во втором ничего не смогли сделать у ворот соперника. Буквально за пару часов до игры тренерскому штабу «Динамо» пришлось полностью менять схему на игру. Неожиданно для многих клуб покинул топ-игрок Антон Кобялко. Нападающий перебрался в стан тюменской команды. Теперь в Кубке России давать бой барнаульцам придется 22 сентября команде из российской премьер-лиги. Коллектив из Нижнего Новгорода, известного в прошлом футболиста Александра Кержакова, в краевую столицу приедет только за победой. Кровь из носу она будет нужна и хозяевам. Иначе барнаул мимо Кубка. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Очередной выпуск уже завтра. Спасибо, что остаетесь с нами. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!